Привет, друзья! Доброе утро всем! Доброе утро, страна! У нас сегодня 27 июля, и наконец-то на термометре в 7 утра, плюс 23. Я дождалась хорошую, комфортную температуру, чтобы вместе с вами поплавать в поиске чистого пляжа, можно так назвать это видео. Но я еду сегодня на песчаные пляжи, еду в сторону Витязева. Что-то мне подсказывает, что будем мы сегодня купаться в зелени, а может быть и нет, а может быть и да. Но в любом случае, даже если будет зелень, не так как быть, я покупаюсь. Поэтому смотрите этот ролик до конца, чтобы узнать, а есть ли у нас в Витязево где-нибудь такие пляжи, где можно приехать на автомобиле, это раз, а во-вторых, где можно найти чистое море. Смотрите, кого я по дороге встретил, наверное, от солнца. Привернемся в сторону моря, иди сюда. Думаете, узнали ее, нет? Как тебя зовут еще раз? Мелек. Мелек, моя Мелек. Доброе утро всем. Это Лена, моя дорогая Мелек, мы уже третий год пересекаемся здесь. В общем, мы... Опа, собачья свадьба была. Слушайте, мы пришли на пустой пляж. Кстати, сколько сейчас времени? 7.19. 7.19, в общем, у меня сегодня, видите, какая прогулка. Это пляж с Тартуга, да, Лен, получается, или как он? Вот где синие бочки, это Тартуга. А, оттуда Тартуга, да? Вот туда везет маршрут. Ага. Ну, а мы, получается, не дали... О, чистое море, Лен, да ладно? Ты серьезно? Чистое море? Офигеть. Да? Какое море безупречно спокойное и чистое. Ой, я сегодня плаваю. А сколько градусов, как думаешь, вода? Ну, холодная сильно? Вчера было прохладно. Ну, я, короче, буду купаться, даже если она ледяная. Смотри, как слеза ребенка. Я камеру взяла подводную, в общем, мы будем плавать, да, 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 да. А у медузы? И пошли хоть по нем. Да ладно, здесь медузы? Вот синирод. Корнирод или как он там? Да, корнирод. Ух ты. Ну, слушай, но она одна одинокая. Сказать, о, видите, у медузы не получится. Лен, какое море чистое, боже мой, какая прелесть. Офигеть, все, мы точно надо купаться, скорее купаться. Пока у нас тут Лена в восторге от моря, она говорит, что вчера было, что-то штормило и было зеленое. Ну, да, но ветер вчера был очень сильный. Ветер был. А сейчас ты посмотри. Море было вчера прохладно. Даже если оно ледяное, я буду купаться. А, оно не ледяное, оно не ледяное. Ребята, оно еще и не ледяное. Мы сегодня наплаваемся. Давай, давай. Мы сегодня реально наплаваемся. Вода просто идеальная. Какая она кристальная. Это нам сегодня прям повезло. И с погодой, и с морем, и вообще. В смысле, она встает, там он дает такую кристальную водичку. Красота, да, Лена? Давай, русалка. Я тоже решила окунуться прям. О, вот это я понимаю, бодрое утро. Наконец-то. Слушай, ну хоть здесь я поплаваю на песчаном плене. Это первое купание в чистой, кристально чистой воде. Мы сейчас идем, и, кстати, вот здесь вот можно посмотреть, куда водоросли-то делись. Они же не исчезли бесследно. Сейчас я вам покажу подводную съемку. Чуть-чуть, чтобы вы понимали, что водоросли-то есть. Но они так глубоко, и тут реально теплее. Реально, рыбки плавают. Да? Да. Ну, просто в отличие от моей камеры, она долго это. Это нельзя, это я сегодня в 6.40, да, позвонила? Нет, нет, нет. Я еще звоню, такая думаю, ну все, сейчас маты посыплю. Ну все, да, я так рано не договариваюсь ничего. Думаю, ну, на авось, а вдруг получится. А грибу так и грибу, да. Я звоню, а она такой еще голос такой храбрый, уверенный. Привет. Я думаю, все, мне конец. А она, как-нибудь, такая, а давай. И вот мы, наконец-то, во-первых, вместе плаваем впервые, да, за этот год? За этот год, да. Да. Первое купание. Во-вторых, слушай, такое чистое море. В смысле, можно вообще не выходить? Да, и не хочется. А что выходить-то, когда такая красота? Лена голубая. Ммм, такое прекрасное. Чем мне нравится пляжи Тартуга, мы уже с Леной обсудили, то, что здесь сразу глубоко, ну как сразу, недалеко от берега относительно, то есть мы уже вот стоим по шею, я на носочках, не знаю, как Лена. Вот я стою. Да, то есть, если не на носочках, то вообще там под самую макушку. Липота. Прям тоже, смотри, мы вот пошли купаться, никого почти не было, сейчас уже не одни в море, да? Да. И вот на оборудованных пляжах через час буквально начнется наплыв. О, успели. Маршрутки с вечера и утра, потому что ходят. И многие приезжают на маршрутки, на Тартугу, и вот кто-то вот доходит сюда, где развлечения, все эти бананы. Не бананы, мы-то ходим еще дальше. Мы вот отсюда еще минут 15-20 по берегу. Да, я еще думала, я на это рассчитывала, сейчас поставим машину поближе сюда и думаю, пойдем. Потому что я думала, что здесь будет сейчас не очень. Да, посмотри. Но так это здесь хорошо, можно дальше идти. Первое попавшееся место, где сумки кинули, там плаваем, потому что вода чистая. Ну, слушай, вот чем дальше заходишь, попадаются нитки вот эти вот чуть-чуть. Да, по ногам. Ну, по ногам, да, то есть она вот на поверхности абсолютно пристальная вода. У нас там часа должна быть, где интересно, там что? Ну, я туда не доплыву, я плаваю плохо. Я сейчас заперткаю. Тем более, я тут что-то, это, дельфинов, короче, боюсь, а то мало ли, вдруг они приплывут, а я не успею убежать, поэтому я лучше тут побуду. На самом деле, сейчас, может быть, дельфинов увидеть большая редкость, потому что водичка возле берега попрохладнее, чем там на глубине, и они в основном там, где поглубже, там потеплее рыбка там. Ты доплыл? То же самое. То же самое? На дне, да, на дне ездят. Ну, проверять-то я, конечно, не буду. О, смотри! Звезда. О, люди подтягиваются. А вот он чуть подальше, пляж Замино. Ну, что самое интересное, там машины. Прям вот видно отсюда. Машины стоят. Их, конечно, не столько много, сколько в прошлом году было. Все-таки сказывается то, что ограничения есть для автомобилей. Даже мы поставили очень далеко отсюда. Мы пешком прогуливались, поэтому мы ничего не нарушаем, как бы. Не как бы, точнее, мы ничего не нарушаем. Мы знаем все эти правила, порядки. И я только лишний раз за то, чтобы автомобиль близко к берегу не подержали, потому что это все равно наносит урон экологии. Слушай, я, наверное, на берег пойду. Что-то я подзамерзаю. А, крабика! Ты нашла его? Не, подождите, сейчас не будем тогда заканчивать. Посмотрим, что там Лена нам дары моря какие-то принесет сейчас. Крабик! Уи! Слушай, ну прямо вот, когда стоишь, не двигаешься прохладно. А на косе меньше водорослей. Да? Ну, там генелки. А, ну, правильно, да. Так, покажи. Ух ты, какая прелесть, какая прелесть. А он живой, нет? Живой. Видишь, как он бежал? Тогда мы его потом отпустим, мы не будем мучить. Ну, покойтесь, красавец. Куда пополз? А он с камкой? Да, да, во рту. Он пахнулся. С камкой во рту. Ух ты. Ну, беги, беги. Ну, беги. Да. Ой, беги. У тебя еще не было. У тебя ветра тебе холодно. У тебя вот эта цепь попадается? Да. На ветер. Да. Будь стыка. Подожди. Тебя, может быть, не слышно, но все равно. Говори. Ты говори, конечно. Ты пушный-пушный, слава богу. Я тебя давно такую счастливую не видела. Сегодня прям всё, всё для нас. Посмотри, какая кошка. Голодко ещё, не пропекает сильно. Слушай, как я люблю. Вот сейчас выходишь, прям лучи попадать. Слушай, она чистая. Знаешь, когда моя подруга сюда приедет, она будет опять зеленая. Они приедут, а ты уедешь. А-а-а. Настал-паспринял. Это почаще цоки будут сейчас пытаться видеться, потому что тут уже что-то там... Слушай, ну а всё что? Да, а ты кричала. Ой, у меня ещё тут три недели, четыре недели. Что я буду делать? Хочу назад. А теперь назад хватит тут такой водой? Такой нет. Вот сейчас опять тепло. Вот возле берега она хорошо, видимо, не успела остыть. Ой. Ну дельфинов жалко нет. Жалко нет дельфинов. Ну пока подождём. А вдруг авось? Все реально. Там вдалеке прям видно, что владель бусорина. А палаточника застука. Слушай, вот у меня прям единственное, что обручает куча мусора. Кошмар. Вот там мусорка. Причём, знаете, стоит прям бак. Ну брось бак. Бак полупустой. Нет. Вокруг всё. Я не думаю, что это чайки. Да нет, конечно. Они что, настолько умные рожут прям на одном месте. Люди, просто люди. Мы вот эти бутылки с собой у нас. Мы бутылки эти пустые там от воды. Потому что можно долго приходить, а у нас там всё как положено. Вода, закуска. Не соскучаешь, да? Да. Не проголодаешься. Да, ну потому что не воспитаны. И родители своих детей не воспитаны. Ну, кстати, он же идёт от воспитания в детстве. Я, например, никогда не мусорила. Потому что у нас так не принято было. А я бы берала пример с родителей, и у нас так не принято. Поэтому что я буду мусорить? Откуда мне этот пример? И ты знаешь, с подругами-то тоже мне повезло. То есть за счёт того, что и круг друзей, да, то есть это вот общество так называемое, было не испорченным. Ну, видишь, тут не угадаешь. Может быть, дома всё идеально свяжется с какой-то компанией, да? И это тоже. Я вот очень надеюсь, что мои дети не свяжутся. Ну, знаешь, да. Будут продолжать так же всё выбирать и не ходить в большом по пляжу. Кстати, да, вот мы сейчас повидели такую картину, но в кадр не попало. В общем, там прям... Ну, слушай, ему лет 9 было, то есть он не маленький прям совсем. Ну, ему лет 7, конечно. А, ну, может, 7. Но для меня это не 3, не 4 года. Уже взрослый, да, уже мы в школу ходим, поэтому... Немножко это не культурно, не эстетично смотрелось. Да. Тут как... Ну да, тем более... Тем более дети, знаешь, они ещё даже не понимают, насколько это хорошо или нет. Буду думать, что нормально, знаешь, до 15 лет пока там уже не будет конкретно что показывать. Я, блин, с Юрой стала извращенкой какой-то. Ой, блин. Слушай, а там видно, что реально коса прям. Да вот-вот, я вот на ней тебя крабикой поймала. Блин, даже выходить не хочется. Так, в общем, мы нашли чистый пляж с Леной. Это пляж Тартуга. Ну, будем называть так, но просто это дикие пляжи. Но мы доехали на машине, то есть есть нормальный проезд. Кстати, я забыла сказать. В общем, вчера, оказывается, здесь-то был дождь. В Анапе дождя не было. В Анапе, чтобы вы понимали, отсюда, ну, километров 13-14, ну, именно отсюда, да? И тут мы ехали, все вот эти вот дороги в Барханах, в Песках, они были прям, как будто их полили только перед нашим приездом. Настолько промокшие были, влажные. В Анапе ни капли. Вот что значит разница. В Анапе сделал другой дождик. И мы ехали, даже лужи там местами встречались. Поэтому тут, когда смотрят погоду, вот в Анапе там, даже вот рядом с Анапой разная погода. Чего говорить там про населенные пункты 30-20 километров. Совершенно другая погода и все от облаков зависит. Вот сегодня у нас по ощущениям градусов 26 уже, наверное, да, на солнце есть? Вот прям не холодно. Да не холодно. Ну, вот мы вышли. Мне очень все нравится, что сейчас вода такая, как воздух. Да. Вот комфортно. И зашли легко, да, прям сразу зашли, окунулись. Так что во всех этих утренних купаниях есть прям явное преимущество. Во-первых, никого на пляже. Во-вторых, солнце с этой стороны, не с этой, да. То есть не больно на море смотреть. Самое важное, это смотреть на море и прям шикарно. Он прям светит лучами на воду. Да, и можно вот так вот посмотреть, какая чистая вода. Она реально сегодня просто как слеза ребенка. В общем, давай пожелаем всем доброе утро, ребята. Доброе утро и отличного дня. Да. Приезжайте, Витязева. Я Витязева по-другому опять начала смотреть. Что не была, не была. Тут смотрю, такая вода чистая. Че б не ездить сюда. Так до 13 августа у нас еще есть пресса. Да, ты тут береги чистую водичку обязательно. Не только мне, но и тем, кто приедет попозже. В общем, сегодня как у нас? 27 июля, да? Время? Время? Время у нас 7. 7.40. 7.40. О, слушай, за такую Лену без какого летела. Как будто только приехали. В общем, не забывайте писать комментарии. Вот. И ставить лайки и подписываться на канал. С вами была Лена и Светлана. Всем пока-пока.